Это год два. Познай. Вот любите вы ребятам пошуметь, а? Не знаю, что мы найдем в Йотлфейне, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Мы туда. Все. Отправляемся. Стой, погодите-ка. Ничего не выйдет. Что? Нет путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза. У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья. Я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знали? Брок и Синдри! Привет. У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите. Вообще-то Один просил меня... Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Отказался. Простите. Я... На минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами, то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Ну, я не знаю, что впереди. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то нужно сделать, займитесь этим сейчас. И снова кровь. Так, теперь есть секунды у меня. Нашли алхимика, о котором я говорил. Я не знаю, где пламя халстать и еще. Как угодно. Ну ладно. Ты почти вкачался. Я не вкачал. Я не вкачал. А, ну вот эти все не вкачаны и все. Остальное все вкачаны. Окей, погнали к миру. А, чермуганг. Чермуганг. Дум. Сейчас, давай, ты взял. Крючку приедем. Давай. Статуи больше нет. Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу. Серьезно? Ну, поверь мне. Он от этого тоже не в восторге. И на такое я рассчитывал, конечно. Ладно. Так, мы правда это сделаем? Позволим змею проглотить нас? Можешь остаться. Такое я не пропущу. А, можно я останусь? Так, а, где спустили? Где не спустили? Где блин спустили? Ну, реально, не спустили. Что-то, ловко, ловко. Ловко, ловко. Ну, что-то, ловко, ловко. Ну, ладно. Нем? Не. Я совсем не против. Отплыв подальше, отпасть из меня. Ну, надо подальше. Как он его съел? Ну, братья, бывал я в странных местах, но это что-то новое. Продолжение следует. Берем. 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 Девушки отдыхают. Жесть. Девушки отдыхают. Вон там, молот. Эмин, где Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Откуда тут съем? Девушки отдыхают. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем и храним. Теперь мы сможем расшифровать руны Нифухеем. И еще здесь руна пути. Отправимся куда-то? Поехали. Как ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Бибрёст цел? Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Гермунганда? Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо! Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Держись и постарайся не упасть! Глотка кренится, я! Держу! Сын! Сын! Я цел. Вроде даже привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Держи! Держи! Она ведь за нас? Да? Пока будь осторожен. Надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгороде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось. Вон! Я прямо как чуял. Если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете? Хоть мысли у вас есть? Как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама? Я здесь. Не убегай. О нет, мама. Я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю. Твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои... Мои чувства? Мои чувства? Да я провел последние сто зим, представляя себе вот эту минуту. Я тысячу раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово. Чтобы ты наконец поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь... Я вдруг понял. Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет. Отойди, Кратос. Мне не нужно. Ты идешь по пути. Вместе. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Уходи! Нет! Я достану на него! Прекрати сопротивляться! Ах! Стоять! Послушайте меня снова! Я не трогаю вас! Но вы должны прекратить! Ах! 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 Я сказала, от вас! Прочь! Ах! Ах! А чё быть мне так? Ах! 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 Советую тебе отвернуться, парень! Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю! Нет, мальчик. Стой! Нет! Нет! Атрай! Ты ранен! Дыши! Дыши! Нет! Моя кровь! Что происходит? Что происходит? Ах! Я чувствую боль. Ах! Я снова всё чувствую! Нет! Он стал уязвим? Нет! Нет! Мама! Вы этого не стянете! Что происходит? Фрея хочет нас убить? Нет. Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бардер ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы? Не просто ранят. Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Она управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина. Не выйдет. Он хочет твоей смерти. Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьёт! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро всё закончится! Вон! Прекратите! Немедленно! Я и не знал, что это так весело! Чудесно! Ватин! 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 Еще! Еще! Я хочу! Еще! Чувства! Чувства! Славные чувства! Славные чувства! Я чувствую! Чувствую! Олад! Строль моего сына! Берегись! Берегись! Надеюсь, он меня удержит! Чува! Ты слабая мама! Я хочу разбирать с тобой! Олад! Я и забыл, что он так приятен! Олад! 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 Продолжение следует... 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 Руки впрочем! Прежде чем вы умрете, я хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже все отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Ирония, а? Что? Когда же вы сдохнете? Что? 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 А у меня это приключено вообще? Да, включаем. Что? 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 Силкиночь! Брется! Слушай, я придумал! Мок-сталь-ку! Сын... Ты молодец! Слышь! Мы там... Давай! Убей меня! Стой! Пожалуйста! Отец, он побежден! Не опасен! Ты не будешь нас преследовать! Ты не тронешь ее! Мне не нужна твоя защита! Мама! 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 Что бы я ни сказал... Что бы я ни сказал... Или сделал... Все равно... Ты все равно... Продолжишь вмешиваться в мою жизнь! Я лишь пыталась тебя защитить! Я... Я ошибалась! Признаю! Но ты свободен! Ты получил, что хотел! Найди в себе прощение, и мы начнем все заново! Нет! 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 Ну почему? Не начнем! Потому что я тебя никогда не прощу! Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня! Я уже... Заплатила! Я заплатила! Но если лишь это... Тебя исцелит... Если моя смерть... Для тебя все исправит... Я не помешаю тебе... Я знаю... Я знаю... Что? Нет! Отец! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Зачем? Какое твое дело? Ты же мог... Просто уйти! Цикл закончится... Здесь... Мы не должны опускаться... До такого... Снег... Нет! 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 Мой мальчик! Мой милый мальчик! Нет! 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 Фрея... Это его выбор! Тебя... Будут ждать... Самые... Жуткие... Самые... Жестокие страдания... Обещаю... Я покажу... Твой хладный труп... Обитателям всех... Девяти миров... Я скормлю... Твою душу... Самым грязным тварям Хеля... Я клянусь... Тебя в этом... Слышишь? Он спас тебе жизнь... Ну... Дел у меня все... Сегодня... Сегодня... Ты... Ты... Как животное... Тебя переполняет жестокость и ярость... Ты не изменишься! Ты меня не знаешь... Я знаю достаточно... А он... Сын... Слушай меня... Моя родина зовется Спарта... Очень давно я продал душу одному из богов... Я убил многих злодеев... И многих невинных... Я убил своего отца... Так в Хеле был твой отец? Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать... И отца? Нет... Мы будем такими богами... Какими захотим... Мы сами сделаем выбор... Ты не должен... Повторять мой путь... Мы станем лучше... Ну... Теперь мы преступники... В ее глазах-то... Но она бы не защитила себя... Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы... Не понимаю... Я знаю... Что ее нужно было спасти... Но в конце она оказалась очень злой... Не злой... Ты убил ее сына... Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка... Он хотел убить ее! Она бы умерла, чтобы спасти его... Только родитель может это понять... Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения... Да... Слушай... Всем пришлось делать сложный выбор... Но все мы понимаем, что ты поступил правильно... Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея... Просто... Дайте ей время... Она придет в себя... Тогда в Храм Тюра... Последний раз... Да... Нас ждет Йотумхейм... Что значит, дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотумхейме он избавится от проклятия? Наврал Димус... А почему Амела разбила чары? Магия Иванов сильна, но ее законы запутаны и туманны... Наверное, ведьмам они и сняты... Но как это все печально и трагично... Бальдер был самым драгоценным, что Фрея случила от Один... Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери... Но такие порывы даже хороших родителей... Не верится, что Один был мужем Фреи... Любовь и ненависть переплетены так тесно... Вот смотри... Один ненавидит великанов, а они его... Но мать Тора, великанша Йорт, была истинной любовью Одина... И Тор полубог, полувеликан? Странно... Йорт не стало... Один много веков провел в одиночестве... И когда разразилась война с Ванами, я знал, что кроется за его барабаной... В результате долгих уговоров Фрея согласилась... Поначалу Один пустил в ход обаяния... Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой... В другой раз продолжим... Ну, мог бы и сейчас... Ура! Скоро мы увидим великан! Ну, если все пойдет как задумано... Давай, выбери Йоттунхейм и отправимся... Вероятно... Сын... Голову... Готовься... А, да... Взял... Будем надеяться, что ты не взорвешься... Стой... Об этом я не думал... Может, это стоит сперва обсуждать... Нет... Все будет хорошо... Готовь... Ой... Неприятно... Давай, сэн... Смотри... Цель близка... Ну... Чего мы ждем? Это далеко? Увидим... Стоп-стоп... Слушайте на два слова... Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело... Да... Но если кто-то найдете... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив... У вас получилось... Простите... Хотели увидеть... О, нет... Нет, 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 нет... Ну, ладно... Ладно... Присмотрите тут за головой... Я могу... Нет, не могу... Ну, ладно... Готов? Идем... Ну, погнали... У меня на тебя большие планы... Хе-хе-хе-хе... Ну, поскорее... Ладно... Смейся, иди себе... Ахи-хе-хе-хе... Ну, так интересно... Ну, так интересно... Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын. Неси. Ну, погоди. Почта. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор — разрушители всего. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Кто этот страж? Я должен их чувствовать. Я должен их чувствовать. Но никого нет. Все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Стой! Отец! Что-то происходит! Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе. И каменщик. Эти рисунки... Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но... Что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но... Почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее. Не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же... Она еще не ошибалась. Скорей. Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Чьи-то есть. Чьи-то есть. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Закончим. Отец. Нет. Сделаем это вместе. Закончим. 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 Прощай, Фаи. Люблю тебя, мама. Великанов. И правда больше нет. Нам пора идти. Идем Раз Мама была из великанов Я полувеликан, полубог? И еще смертный Да Но я одного не могу понять Имя на стене Великаны называли меня Локи Локи Мать сначала хотела Назвать тебя так Может успела сказать Родичам Но почему? Этот вопрос мы отложим Сейчас идем домой Теперь ясно, почему она хотела быть здесь Вместе с родными Но она знала, что здесь будет вот так Хотела, чтобы мы это увидели Хотела, чтобы мы рассказали об этом Или скрыли Я... не знаю Что нам делать? Тебе принимать решение О А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога Ха, нет Это был воин Спартанец Великий воин? Все спартанцы Великие войны Мы тренируемся с рождения Дисциплина Долг Битвы И смерть Жизнь всегда сурова И мы сурово смотрим на нее Но спартанец Атре Не был похож на других Он улыбался даже в худшие дни Он вселял в нас надежду Глядя на него Мы понимали, что Хоть мы всю жизнь посвящаем войне Мы все же люди Что в нас есть человечность Когда настала его очередь Погибнуть в бою Своей смертью он спас много людей И перевернул ход сражения Я принес его домой на щите И похоронил с почестями По всем спартанским обычаям Память о нем утешала меня В самые темные времена Ого! Ты все-таки умеешь рассказывать А Мимир не слышал Я пойму, если ты решишь Теперь возвращаться домой Но Может мама отправила нас сюда Чтобы мы спасали других? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя Мне больше нравится то, что дал мне ты Друзья! Ох, как я вам рад! Я уже по горло сыт общением с гномами В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек А потом спорили о погоде Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое Подальше отсюда Друзья, следует мир Выполняйте просьбы гномов Восвобождайте драконов Присшествуйте в мус-хельм Приносите в лавку нового предмета Задавайте снаряжение Которое позволяет вам победить всех Оскорненных паркирий Вместо хранения всех Оскорненных паркирий Отмечено на вашей арте Ну, это, конечно, все очень интересно Но... Окей Что ж, ну На этом у меня все Всем спасибо за просмотр Надеюсь, вам понравилось Ну, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok